Ребята разделились на команды, разошлись по площадкам, чтобы провести свое литературное исследование. На столах лежали книги, и первое задание – отгадать автора, который придумал героя с зонтиком. Он заявлял, что пишет как для мальчиков и девочек, так и для взрослых. Однако самые знаменитые его книги сейчас знает каждый ребенок. Андерсон. Андерсон, Ганс, Христиана Андерсон. Чудесное путешествие в рамках проекта необычных летних открытий началось. Дальше ребят ждали более сложные задания. Среди множества произведений автора нужно было угадать, в каком из них есть герой с зонтиком. С помощью ребусов, выполнения творческих заданий, разгадывания шифровок, чтения различных зеркальных отображений, текстов, ребята будут узнавать сюжет книги, знакомиться с героями книги. Ребята выясняли, зачем тому или иному персонажу зонт, как герой его применял, чем их зонты отличались от современных. Каждая команда заполняет путевой листок, где записывает автора, которого они узнали, книгу, с которой работали, главных героев и важнейшие детали сюжета. Через полчаса ребята заполнили все пункты путевых листов и отправились на защиту своих исследований, где познакомили своих товарищей с авторами и литературными героями, которые использовали зонтики. Елена Гриско, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей СРУ-24.